Трофимовский мост в Саратове закроют уже через месяц. По словам экспертов, он в аварийном состоянии. Ремонтировать его будут год. Но, по мнению многих горожан, это усложнит дорожную ситуацию в Ленинском районе. Это залет с 50 лет октября. Выход на второй прокатный подход со стороны 50 лет октября на путь в провод. То есть здесь четыре полноценных полосы. Проект чиновники презентуют на заседании актива. В рамках строительства подъезд к Трофимовскому мосту расширят. Дорога по Шихурдина станет шестиполосной, а вторую прокатную увеличат до четырех полос. На путепроводе будет оборудован лифт для маломобильных групп населения. Будет решен вопрос о задержании транспорта, когда будет обладать мост. Мост еще не закрыли, а в час пик все равно пробки, говорят местные жители. По мнению Александра Сидоренко, движение в Ленинском на год остановится. По его словам, нагрузка в первую очередь придется на проспект 50 лет октября. Я сделал предложение, чтобы разгрузить эту ситуацию, разгрузить вот это узкое место. У нас вдоль завода «Рефлектор» есть такой называемый дублер. Дорога-дублер, она идет. Но там она не отремонтирована, она вся в ямах. Легковой транспорт мог бы там проезжать. Будут серьезные неудобства. Мы должны решить вопрос, как мы будем вывозить людей из поселка Техстекло. Мы должны решить вопрос, как будут функционировать предприятия, которые находятся непосредственно близко к противопроводу. По словам чиновников, они рассмотрят вариант с дорогами-дублерами. В районе завода Техстекло обеспечат двухполосное движение по второстепенной дороге. Шахурдина перекроют только летом 2020 года. На третьем этапе предполагается реконструкция участка по улице Шахурдина. Этот этап мы намеренно отнесли на тот период, когда большая часть населения имеет отпуска в летний период. И это закрытие предполагается с июня месяца до августа месяца. На время реконструкции изменится схема движения общественного транспорта. Речь идет о троллейбусе номер 5 и автобусе номер 6. По словам чиновников, к началу нового учебного года сделают Шахурдина и прокатную. Полностью движение по этим дорогам и по мосту откроют в октябре 2020 года.